Пассажиры терминала Д в Шереметьево сегодня увидели самый большой баннер за всю историю протестных движений в России. Плакат размером в 200 квадратных метров призвал выписать перевозчику пилюлю от гомофобии и исключить аэрофлот из глобального альянса SkyTeam. Но таких, оказывается, не берут не только в космонавты. Гей-активистов возмутил инцидент с бортпроводником Максимом Купреевым. В аэрофлоте узнали о нетрадиционной ориентации сотрудника и потребовали от него заключить гетеросексуальный брак со школьной подругой. В противном случае Купреева грозили уволить. Необычный флешмоб стал своеобразным подарком аэрофлоту. Сегодня перевозчик отмечает день рождения. Впрочем, презент компания не оценила. Четверо гей-активистов были задержаны и доставлены в отделение полиции. Мы уже направили официальное письмо в аэрофлот, но пока авиакомпания ситуацию не комментирует. По закону нельзя увольнять сотрудника из-за нетрадиционной ориентации. Но некоторые москвичи все равно сталкиваются с трудностями именно из-за своих предпочтений. Михаил Позняков встретился с ответственными, но недооцененными сотрудниками. Ну вот, смотрите, какая у меня сумочка. Нелегкая, скажу вам честно, поскольку приходится в ней носить достаточно тяжелые вещи. Увесистый рюкзак Владе необходим для работы. Она курьер с зарплатой 18 тысяч рублей. Сменить место менеджера в рекламной кампании, по ее словам, заставило непонимание со стороны коллег. Дело в том, что Влада нетрадиционной сексуальной ориентации. Как она говорит, на этом основании ей отказали в работе в нескольких крупных компаниях. Спрашивали причину увольнения с предыдущего места работы, ничего не говорили и, как правило, не перезванивали. То есть, если люди толерантно к тебе относятся, они тебя возьмут на работу. А если нет, то нет. Иначе получается замкнутый круг. У меня вот до этого все время так было. Поэтому сейчас, после этого увольнения, я решила в этом плане уже никого не обманывать. И ни себя, и ни работу дать. Влада написала заявление по собственному желанию. По ее словам, терпеть косые взгляды со стороны коллег ей просто надоело. По мнению юристов, она смогла бы отстоять свои права. Однако, чаще всего, такие конфликты стараются не афишировать. У меня таких сигналов не было. И, в принципе, если что-то такое было, мы бы сориентировались. Я полагаю так, что здесь должны обеспечиться трудовые права в соответствии с трудовым кодексом. Если он там себя ведет как-то по-другому и не соответствует нравственным нормам, это уже совершенно другая составляющая. Открыто заявлять о своей нетрадиционной сексуальной ориентации могут пока в более чем 50 государствах, включая Россию. Но, по словам специалистов, в нашей стране во всеуслышание говорит, что ты гей или лесбиянка, довольно смелый поступок. Неприятности могут сопровождать таких людей везде, в том числе и на работе. Статистики никакой нет, конечно. Но в подавляющем большинстве случаев, конечно, если человек открыто заявляет на собеседование, что он нетрадиционной сексуальной ориентации, то, конечно, скорее всего, ему откажут просто. В подавляющее большинство случаев они идут по принципу «не говори, не спрашивай», как в американской армии. То есть люди просто про это не рассказывают, но работодатели про это чаще всего не спрашивают. Отношения геям и лесбиянкам неоднозначные. Для кого-то это аморально, для других вполне соответствует духу времени. У нас, например, к этому уже лучше относятся. А у нас пока, видимо, еще до этого так вот не дошло сильно. Ну что делать, если так? Ну вот я могла бы на такой пойти, да никогда в жизни бы. Я к этому как-то отношусь нормально. Не то, чтобы мне хотелось бы, чтобы мой сын таким был, конечно, совсем нет. Но все может быть. Такое мнение сложилось, что это как бы аморально, как бы так сказать. И большинство людей этого поддерживают сомнения. Поэтому, наверное, их ущемляют. Сергею 32 года. Он так же, как и Влада, нетрадиционной сексуальной ориентации. И совсем этого не скрывает. Увлекается спортом, путешествует и работает в крупной компании. О том, что он гей, знают друзья, близкие и коллеги по работе. Мне, наверное, везло с руководителями, для которых было важно мое дело, а не моя постель. Простой, самодейственный путь. Быть открытым. Демонстрировать людям, которые тебя знают, с которыми ты работаешь, демонстрировать, что геи – это вот не какие-то чудо в перьях раскуфыренные. Вот не накрашенный этот джиманный образ, хотя в нем нет ничего плохого. Вообще говоря, ну то есть как бы если у кого-то такой способ самовыражения, да бога ради. По мнению Сергея, чаще всего увольняют недобросовестных работников. И сексуальная ориентация значения, как правило, не имеет. Михаил Позняков, Ольга Кирсанова и Роман Козлов. Москва, 24.